всем привет меня зовут екатерина тема нашего урока описание внешности человека для начала давайте вспомним о типах речи поскольку это под тип у нас есть три типа речи это повествование описание и рассуждение все они характеризуются набором определенных черт по которым мы можем обозначить мы помним что хороший цельный текст обычно включает себя несколько типов речи всего сегодня мы будем говорить о таком подтипе который в целом тоже может состоять еще и с включением других типов речи но давайте определимся что же именно для него характерно для начала вспомним что любой текст описания это словесное изображение предмета состояние или явление картинка которую фиксируют при помощи слов чем более подробно тем наиболее качественная получается картинка и так любой текст описания отвечает примерно на один и тот же вопрос какой предмет какое событие какое явление какая передо мной картина сейчас изображена я буду ее описывать и с точки зрения общего впечатления и каких-то конкретных деталей характеристик и даже того что я испытываю возможно в некоторых текстах в этом есть определенный смысл очень много прилагательных очень много причастей сравнительных оборотов всех тех частей речи которые помогают создать нам признаки предметов признаки объектов определенных живых соответственно тоже все то что помогает создавать образ и эти части речи с этим прекрасно справляются обычно композиция одна и та же может варьироваться в зависимости от необходимости автора сконцентрировать на чем-то свое внимание но все начинается зачастую с общей характеристики задается такой условный тезис от того о чем мы будем говорить затем детали и признаки и общее впечатление от того что видит человек примерные темы лучший костюм на хэллоуин или мой любимый пес и тому подобные темы где нужно что-то нарисовать виды описания есть такой вид как описание внешности мы сегодня будем о нем говорить более подробно описание места и описание состояния с двумя последними мы уже знакомы мы проговаривали в чем особенность этих текстов поэтому сегодня пойдем наверное по одному из наиболее знакомых кстати подтипов которые часто встречаются в художественной литературе которые я думаю и вы тоже используете потому что описывать внешность нам приходится есть такая потребность в повседневной даже жизни поэтому давайте разберемся на чем нужно выстраивать такой текст и так описание внешности человека для обозначения описание внешности человека лингвисты используют термин портрет я думаю вам это знакомо вы слышали наверняка это слово в разных значениях сегодня мы поговорим о том что такое портрет с точки зрения лингвистов и так это не не только чистое описание внешности человека его манера одеваться вести себя в обществе но и средство которое позволяет нам передать движение его души его внутреннее состояние то как внутреннее состояние проявляется во внешних признаках возможно взаимоотношения с другими персонажами особенности его поведения восприятие окружающей действительности сквозь призму его взглядов за внешним обликом героя внимательный читатель всегда увидит его окружающий мир именно через портретное описание зачастую автор любого текста пытается нас не топорным образом посвятить в то какой перед нами герой хороший или плохой должны мы его любить или ненавидеть хороший автор который все-таки пытается искусно подавать материал через определенные детали гардероба его манера говорить может быть общаться с людьми людьми разного статуса через это мы понимаем что за персонаж перед нами и от этого зависит как мы сформируем свое собственное к нему отношение и так в описании внешности человека говорится о признаках и деталях образа все предложения строятся примерно по одной схеме где данные это черты лица элементы гардероба части тела то есть что именно а новым будет выступать признаки и детали этого самого что то есть какие здесь нам помогут и прилагательные причастия и сравнительные обороты текст описание внешности давайте посмотрим чтобы стало понятно что имеется в виду редко мне случалось видеть такого молодца он был высокого роста плечист и сложен на славу из-под мокрой замашенной рубашки выпукло выставлялись его могучие мышцы черная курчавая борода закрывала до половины его суровое и мужественное лицо из-под сросшихся широких бровей смело глядели небольшие карие глаза все окрестные мужики боялись его как огня по их словам не бывало еще на свете такого мастера своего дела вязанки хворосту не даст утащить в какую бы то ни было пору хоть самую полночно грянет как снег на голову и ты не думай сопротивляться силен дескать и ловок как бес и ничем его не взять нельзя ни вином ни деньгами никакую приманку ни на какую приманку не идет мы понимаем что в данном случае портрет вращается не только вокруг того как он выглядит но еще его принципы особенность его характера как он смотрит как он двигается какие сравнительные обороты как без и у нас возникает образ более цельный благодаря качественному портретному описанию героя теперь о видах описания внешности по источнику можно выделить следующие виды описания внешности это описание внешности по памяти или на основе жизненного опыта например портрет друга с которым я познакомился в лагере мы будем вспоминать и описывать опять же не только какого он роста какой размер обуви он носит какой цвет его глаз но еще и какие-то его знаковые поступки возможно какие-то особые манеры то как он смеется как смело смотрит в глаза опасности разные моменты которые будут характеризовать описывать внешность героя еще и через то как он живет в целом могут быть вид описание внешности по специальным наблюдениям в том числе и по картине ну например моя подруга читает книгу или моя сестра слушает радио наблюдаю и описываю как это происходит понятное дело что тема такая очень примитивная кажется но есть и такие события помещая в которых человека но действительно было бы интересно описать пофантазируйте об этом ну и еще один источник это на основе прочитанного это то с чем скорее всего вы уже имели дело неоднократно в школьной практике то есть мы описываем условно говоря какого-то героя из произведения мальчики из беженого луга ивана сергеевича тургенева и вот на основе прочитанного мы составим их портрет конечно это будет что-то добавленное от нас гораздо много даже плюс еще и наши впечатления от этих персонажей но операции мы все-таки будем на то какими их видит автор текста также может быть наверное одним из самых свободных в этом плане видов это описание внешности по воображению портрет моего друга через десять лет пофантазируя как он будет выглядеть чем он будет заниматься как он будет держаться в обществе какие него будут принципы и взгляды и так далее каждый из этих видов описание внешности вполне себя комфортно ощущает во многих художественных текстах и что-то из этого мы в повседневной жизни тоже вполне себе отрывками но создаем средства описания внешности то благодаря чему описание внешности может получиться максимально хорошо вообще внешность человека можно рассказать используя разные способы выражения можно употребить одно слово любое прилагательное хмурый можно использовать словосочетание можно если того требует обстоятельства построить целый фрагмент текста тут все зависит от того что же хотел автор то есть выбор способа передачи признака зависит от цели высказывания того надо или не надо в данной ситуации подробно описывать внешность героя многие писатели прибегают к этому методу потому что когда мы представляем себе человека нам проще ему сопереживать или испытывать обратные чувства то есть весь спектр эмоций открывается лучше когда мы понимаем что перед нами за человек примерная структура текста описание внешности конечно мы начинаем с того о ком пойдет речь и при каких обстоятельствах мы наблюдаем за его внешностью в основной части будет описание внешности во всех его деталях здесь не регламентирован порядок то есть абсолютно с чего хотите с того и начинается описывать более детально может быть сначала такой общий взгляд а потом вы пойдете в какие-то подробности прерываясь на то что он еще делает это его тоже как-то характеризует здесь абсолютный простор для мысли большая проблема в том что этот простор может привести к тому что сказать то вовсе и нечего вот рост вот вес больше не знаю что еще сказать ну и заключение это описание своего отношения к человеку но тоже факультативное в зависимости от цели возможно и не требуется никак формулировать как относишься ты непосредственно к этому человеку скажем так описание внешности героя может быть может казаться очень простым вариантом текста который создается на ура при этом особых усилий не нужно прикладывать используешь побольше прилагательных описываешь то что видишь но если вы хотите создавать качественный текст описание внешности то постарайтесь подмечать детали в том образе который вам интересен обращайте внимание на манеры на поведение даже порой описание того как звучит голос может справиться гораздо лучше с задачей погрузить в это описание внешности чем например указание цвета глаз поэтому подмечайте интересные детали учитесь их правильно преподносить тогда описание внешности любого человека или персонажа будет гораздо интереснее на этом у меня все до встречи на следующем уроке и спасибо за внимание увидение